История в граните. В Ливадии у главного входа в бывший белый императорский дворец в день рождения последнего русского царя Николая II 19 мая открыли постамент. Он установлен по инициативе императорского православного палестинского общества при поддержке Совета Министров Республики, благотворительного фонда возрождения культурного наследия и крымской общественности. Открытие Бюста прошло в рамках проведения научно-практической конференции «Ливадийские чтения», которая, в свою очередь, приурочена к 170-летию Александра III. Церемония открытия прошла в торжественной обстановке среди присутствующих представителей республиканской и местной властей, общественность и прокурор Крыма. Для Натальи Поклонской Николай II не только последний российский император, но и великомученик с достоинством, принявший смерть от рук своих недругов. Государь Николай Александрович Николай II сказал, что если для спасения России нужна жертва, пусть буду ею я, потому как нет той жертвы, которую я бы не принес во спасение России. Вот так вот он любил Россию, великую Россию. И действительно, Россия как была великая, так она и остается. Постамент изготовлен в скульптурной мастерской руководителя проекта «Аллеи российской славы» Михаила Сердюкова по эскизу известного российского художника. Это работа Аполлона Александра Алексеевича. Его Екатерина Великая украшает Краснодар. А материал? Материал – гранит. Гранит и окрас сделан под бронзу. Без прошлого нет и будущего. Следуя такому суждению, представители общественности и священнослужители поддержали идею создания памятного знака. Тем более, что находится он в действительно историческом месте. Мы должны сейчас припомнить нашу историю, возобновить и актуализировать наиболее яркие, наиболее значимые, наиболее серьезные и глубинные аспекты русской истории, чтобы увидеть сегодняшний день, сегодняшние вызовы, сегодняшние проблемы. Во-первых, в свете ивановской правды, в свете святоотеческой традиции и в свете русской истории, русской исторической славы. Одновременно в Ливадии начала работу научно-практическая конференция «Ливадийские чтения». В ней приняли участие учёные из многих регионов России, в том числе из Крыма. Основная тема докладов – жизнь династии Романовых. За оказанное внимание и содействие со стороны правительства республики Императорское православное палестинское общество подготовило для всех специальные медали. Ольга Савенко, Время новостей, Ливадия.